Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа событий недели. Это 25 тысяч тонн продукции в год. Производственные объекты крупнейшего в России завода по переработке баранины Домотене имеют аналогов в России. Экскурсия по предприятию вызвала неподдельную заинтересованность у председателя правительства России Михаила Мишустина. Это мы сделали прям врачайская черная баранина. Очень красиво. И это прям супер дорого и супер премиально. Здоровая конкуренция, используемая сельскохозяйственным холдингом, цена и похвально, отметил он. От начала заготовки для выхода готовой продукции проходит около 4 часов. Это на сегодняшний день один из самых быстрых вариантов работы таких комбинатов. По параметрам эффективности, скорости, то, что я сегодня увидел, вы совсем недавно вложились, все инвестиции были совсем, скажем так, свежие. Поэтому, мне кажется, по продукции учли очень много чего. В том числе того, что простимулируют сети закупать вашу продукцию. Так, на мой взгляд? Да, все верно. Надеемся, что наш продукт будет близок к нашим потребителям. Тахир Сикетов 20 лет трудится на заводе по убою переработки баранины «Кавказмяса». Работать приходилось в разных направлениях. Сейчас, после модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины «Дамате», особое внимание уделяют вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качества продукции. Впечатляет техническое оснащение и количество внедренных инновационных решений. Работа упростилась, но добавились операции по переработке мяса. Одним из приятных моментов – увеличение заработной платы, рассказывает Тахир Сикетов. Работал обвальщиком до этого, сейчас работаю распиловщиком. Здесь идет процесс распила, каре, на 4,8. После модернизации у нас вообще все, видите, поменялось. Добавились люди, стало больше коллектива. А сейчас на каждую линию идет своя операция. Предприятие было запущено в сентябре 2022 года. Его мощность – 25 тысяч тонн продукции в год. После выхода завода на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час. Или 42 тонны продукции в смену. «Дамате» широко используют в своей деятельности информационные технологии и искусственный интеллект. Важной частью проекта реконструкции является установка усовершенствованных локальных очистных систем и организация переработки производственных отходов предприятия. Еще был поднят вопрос об импортозамещении. «Нам стесняться не надо. Кажется, что это мелочь, а это не мелочь. От упаковки, от элементарных вещей, ножниц и еще чего-то их более сложного. Но если что-то покупали, поскольку был свободный рынок, и можем сами создать, это, мне кажется, очень важное направление. Надо не стесняться искать поставщиков. Александр Александрович, обещайте искать поставщиков максимально российских, для того, чтобы упаковки до технологических линий у них уступали». Еще ввиду высокого потенциала овцеводства на всем Северном Кавказе прозвучала просьба о мерах поддержки фермерам или уже подкорректировать имеющиеся программы. «Вот мы, собственно говоря, сегодня с Палпредом, с Вашим губернатором готовимся к большой правительственной комиссии, где будем рассматривать все вопросы, связанные с развитием Северного Кавказа. Ряд вопросов намечаем рассмотреть на ней и решить. Я слышу, по поводу всех остальных форм поддержки, в том числе пересмотрение нормативов по закупкам, тоже обязательно посоветуемся». Гостям представили образцы выпускаемых на заводе местных продуктов. Упаковка которых позволяет обеспечить их сохранность и привлекательность, товарный вид. Рассказали о планах по развитию завода. В этом году проведут дополнительные работы, повышающие эффективность производственного процесса. Выполняется монтаж дополнительного оборудования для увеличения и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Альбина Ламкова, Вести, Корчаева, Черкесия. Также Михаил Мишустин посетил фабрику шерсти общества с ограниченной ответственностью «Вулкам». Предприятие «Вулкам» стало первым в плотном графике посещения Карачаев-Черкесии главой российского правительства Михаилом Мишустиным. В сопровождении полпреда президента России ВСКФО Юрия Чайки и руководителя республики Рашида Темрезова он понаблюдал за циклом производства, подготовкой и придением шерсти. Территория и нынешние возможности предприятия позволяют наладить более масштабное импортозамещение. Конечными потребителями мытой шерсти и гребенной ленты являются крупнейшие комвольные предприятия России. Михаилу Мишустину показали, какая продукция пользуется у потребителей наибольшим спросом. Это уже изделие. Пошли посмотрим. Самое интересное. Вы их вот чуть-чуть положите. Самое приятное. Это шерстная. Мощность предприятия позволяет переработать в год до 3000 тонн немытой шерсти. Произвести 900 тонн чисто шерстяной гребенной ленты. И это далеко не все. Здесь уже планируют развивать полный цикл. Для чего потребуется создание цеха крошения пряжи. Мощность у нее довольно хорошая. 1200 тонн в год можно произвести. И самое интересное, что она такая гибкая сможет работать как синтетическую, так и натуральную волокну. Сейчас у нас 143 человека работают на предприятии. Мы планируем еще больше расширять наше, естественно, запускать новое производство. Хотим расширять и персонал. И очень хотим и нуждаемся в специалистах, в кадровых специалистах, которые будут обучаться у нас. Получив от представителей Вулкама подробную информацию, Михаил Мишустин поделился своим видением расширения возможностей предприятия. В частности, речь может идти о сезонных потребностях в школьной форме и многом другом. Дорогие друзья, в первую очередь я хочу вас благодарить за интересную экскурсию. Процесс производства пряжи очень непростой, сложный, а трудоемкий и технологически такой инновационный. Очень важно, что вы планируете развитие, вы собираетесь делать и покраску, собираетесь создавать новый цех. Фактически сегодня уже заложили и проектируете трикотажную фабрику по производству. Но что здесь очень важно? Карачаево-Черкесия по праву считается таким у нас литером по производству. И пряжа, и занимается животноводством очень серьезно, овцеводством. Руководитель Кабинета министров пожелал реализовать все намеченные планы. При этом на государственном уровне будет оказана необходимая поддержка, о которой стороны договорились во время двухсторонней встречи. Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития рассмотреть заявку предприятия «Вулкан» на модернизацию производства. Артур Мыхцелек-Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. На этой неделе состоялось еще одно важное для Республики событие. «Русгидро» ввело в эксплуатацию Красногорский «Малый ГЭС». На торжественную церемонию открытия приехали высокие гости из Москвы. Инвестиционный проект реализован в рамках государственной программы по развитию возобновляемой энергетики. Две «Малые ГЭС», использующие одну плотину протяженностью 148 и высотой 31 метр, расположены на реке Кубань, ниже действующей зеленчугской ГЭС-ГАЭС. Мощность каждая из них составляет около 30 мегаватт. Среднегодовая выработка экологически чистой возобновляемой электроэнергии – 85 миллионов киловатт-часов. Работа ГЭС позволит экономить около 50 тысяч тонн угля, предотвратив выброс в атмосферу порядка 160 тысяч тонн углекислого газа ежегодно. Глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов в преддверии майских праздников провел очередное заседание антитеррористической комиссии в республике. Так, в первой декаде мая в республике состоятся мероприятия, посвященные Дню Победы, празднику весны и труда – 66-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину. На заседание приняли комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей и гостей республики в период проведения майских мероприятий. Кроме того, были рассмотрены дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса республики, а также культовых сооружений. Ну а сейчас время рекламы, а после продолжим. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Дилерский центр «Агритим» – один из лидеров области внедрения современных технологий земледелия на юге России. Оказывает услуги по поставке импортного сельскохозяйственного оборудования, запчастей и расходных материалов. Компания «Агритим» – эффективное решение с научным подходом. Мы открылись! Клиника высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Диагностика и лечение на современном оборудовании. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Чавыча, Сёмга, красная икра на рыбной ярмарке Дары Камчатки с 3 по 5 мая в Черкесске в доме предпринимателя на улице Горького, 8. На этой неделе мэр Черкеска Алексей Баскаев отчитался о том, каким направлением развития региональной столицы будет уделено внимание в этом году, а также рассказал о планах на ближайшую перспективу. Присутствовавший на мероприятии глава Республики Рашид Тимрезов дал городоначальнику ряд поручений. Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. Ежегодный отчет руководителя муниципального образования – это не только наиболее полная информация о том, что было выполнено в региональной столице за определенный период. Это и рассказ о том, какие преобразования ожидают город в ближайшее время. Мэр Черкеска Алексей Баскаев сообщил, что, пожалуй, главным событием 2022-го стали торжества в честь столетия Карачаев-Черкесии. Юбилею было посвящено подавляющее большинство мероприятий и открытие социально значимых объектов. А ведь все это выполнялось, несмотря на вполне понятные трудности, с которыми страна сталкивается в последние годы. Несмотря на все трудности, в том числе санкционную политику в отношении нашей страны в Черкес, сохранить стабильность во всем важнейшем направлении. Мы продолжили воплощать жизненно-мечественные планы по развитию благоустройства города, укрепили доходную базу муниципального бюджета в полном объеме, выполнили социальные обязательства и заработки. Градоначальник рассказал о наиболее значимых реализованных в черкеске проектах. Это открытие главной спортивной арены республики футбольного стадиона «Нарт», центра молодежного инновационного творчества, соборной мечети, одной из крупнейших на Северном Кавказе. Нельзя забывать о продолжении благоустройства дворовых территорий, ремонте автомобильных дорог, создании комфортных условий для отдыха населения в различных микрорайонах города. При этом бюджетом должно быть предусмотрено выполнение всех поставленных задач. Объем поступлений в городской бюджет составил 4,586 миллионов рублей. Это стоит 0,2% от прогнозирующихся поступлений. Объем собственных средств доходов бюджета в черкесе в прошлом году вырос более чем на 9% или на 112,5 миллионов рублей. Безвозгласные поступления увеличились на 6,3% или 194 миллиона 900 тысяч рублей. Уделил внимание градоначальник и планам по дальнейшему развитию Черкеска. В 2025 году город отметит 200-летний юбилей. Масштабная подготовка к столь значимому событию предусматривает создание организационного комитета. Указ о его учреждении подписал глава республики Рашид Темрезов. При этом планы вовсе не будут ограничены исключительно торжествами. По словам руководителя региона, данное событие – хорошая возможность сделать Черкесск еще краше, благоустроеннее. Прискутило развитие руководителя в том, что будет столько-то паровых телевизоров. По всему, конечно, будет поддерживать. В ремонте инженерной инфраструктуры, в соцсетях нового инфраструктуры. Но самое главное, мы должны с вами задумать о создании нового высококвалифицирования. Создание нового предприятия на территории города. В планах развития не только северного микрорайона Черкеска, о чем в последнее время говорилось немало, но и южной части города. Внимание будет уделено возведению спортивных, культурных учреждений, объектов здравоохранения и многого другого. То есть появится все то, без чего невозможно представить создание удобств для населения. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Знать, чтобы помнить, на этой неделе прошел традиционный диктант Победы. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне мог каждый желающий житель России, а также гражданин другой страны. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов тоже принял участие. Одной из площадок для написания диктанта стал Центр военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска «Авангард». Перед началом акции воспитанники Центра, юноармейцы и ребята из поискового отряда «Подвиг» приняли участие в торжественной церемонии. Альбина Ламкова продолжит. «Ты живи, моя Россия» – слова в песне ярко выражают и описывают историю нашей страны. Исполняли ее совсем юные девчонки. Но пели осознанно, чувствовалась гордость за родину всех участников торжественной церемонии. Каждый год патриотическая акция «Диктант Победы» приобретает больше эмоций, мотивируя всех его участников на более глубокое изучение богатой многовековой истории России. Это важное событие в моей жизни. Сейчас я буду писать первый раз «Диктант Победы», но и не последний раз. Я считаю, нужно историю знать всей молодежи. «Диктант Победы» объединяет людей разного возраста, разных профессий. Людей, для которых образ «Великой Победы» остается высоким нравственным ориентиром. Министр образования и науки Инна Кравченко каждый год принимает участие в акции и считает значимым событием. В этом году проходит в пятый раз и в необычных условиях. 50 площадок республики открыли свои двери для всех желающих написать диктант и почувствовать особую атмосферу патриотизма. А торжественная церемония только зарядила всех ее участников. Хочу сказать, что непростая ситуация сегодня. И молодое поколение чувствует эту ситуацию, сопереживают, пишут письма солдатам, чтобы поддержать их. Мы сопоставляем аналогию проводим тех военных действий, которые были 78 лет назад. И то, что сегодня происходит. Мы больше убеждаемся в том, что молодое поколение должно знать свою историю. И диктант Победы позволит нам проверить как раз эти знания. На мероприятии было отмечено, что с каждым годом все больше жителей нашей республики желают принять участие в акции. Значимость данного мероприятия в первую очередь в том, чтобы показать, что есть такие, как вы, защитники, которые сегодня должны отстоять это право на эту победу. И пока есть такие молодые ребята, как вы, у нашего народа точно есть будущее. Официальная часть завершилась. И напутственные слова получены. Всех участников акции пригласили на регистрацию. Затем провели небольшой инструктаж. После все приступили к выполнению заданий. Им предстояло в течение 45 минут ответить на 25 вопросов. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Я знаю этому саду цвести. Новая березовая роща запустила свои молодые корни в благодатную почву Карачаева-Черкесии. Посадкой белоствольных красавиц. Участники патриотической акции «Сад памяти» в очередной раз увековечили память погибших в Великой Отечественной войне. Фатима Даурова присоединилась к историческому событию. Площадку под будущую березовую рощу сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики за несколько дней до посадки подготовили основательно. Место выбрали не случайное. Оно расположилось в Усть-Джигутинском районе при въезде в аул «Новая Джигута». В первую очередь характеристически мы подбираем почву, чтобы то, что мы посадили, чтобы труд не зря, вот стольких людей, главное, почву подбирали. И чтобы всё равно погода непредсказуема. Пытались, чтобы заезд был нормальный, и чтобы именно эта порода, саженца, чтобы принялась туда и выросла, чтобы потом нас радовали. Участников акции приветствовала замминистра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Валентина Лешова. Она выразила слова благодарности за проявленное неравнодушие и активность. С каждым годом количество желающих принять участие в патриотической акции становится больше. В этом году к студентам кафедры лесное дело присоединились их малые собратья, активисты движения школьных лесничеств. Это было такое долгожданное для них, когда нас сюда позовут. Поэтому дети наши очень, то, что в школьном лесничестве, у нас есть неурочная деятельность, именно школьное лесничество. И мы с Бескетским лесокомбинатом всё это, с лесхозом, всё это проделываем с детьми. Я думаю, это будет очень продуктивная работа, потому что мы не будем начинать с нуля. Эти ребята уже готовы, и они, думаю, будут поступать к нам, и мы вырастим из них первоклассных специалистов. И, конечно же, как Диана Салхова всегда подчеркивает, и мы это понимаем, мы будем восполнять вот этот дефицит, сильнейший дефицит кадров в лесной отрасли и вообще в целом в Министерстве природных ресурсов, потому что он имеет место быть. Студенты Аграрного института очень активно участвуют в таких акциях. И это их инициатива. И очень мы рады, старшее поколение, что они патриоты своей страны, помнят историю и сегодня участвуют в таких акциях, экологических, исторических акциях России. Чтобы растение в дальнейшем приносило радость, лицезрение его красотой и стройностью, важно внимательно отнестись к процедуре посадки. Существует некоторое правило, которых необходимо придерживаться. Учитывается внешний вид и отсутствие признаков болезней. Что касается размера, то лучше всего приживаются и легче адаптируются саженцы не более одного метра ростом. Сейчас на площади в 50 соток высаживают 500 саженцев белоствольной березки. Через некоторое время их развесистые ветви будут отдавать тень в полуденный зной. Каждое дерево – это память о чьей-то жизни и героическом подвиге. Более 200 участников акции сегодня разом приобщились к благородному делу. В этом году она стартовала в начале апреля и включает в себя посадку более 17 тысяч саженцев, в том числе более полутора тысяч плодовых деревьев, которые раздали семям во всех районах и городах республики. Я очень рад, что наши сотрудники приняли участие в таком масштабной акции «Сад памяти». Каждое дерево будет посажено в честь героев Великой Отечественной войны. Сам я, конечно, первый раз участвую в таком масштабном мероприятии. И в ходе буду думать, что и в дальнейшем будем помогать также. С трассы теперь будет открываться красивый вид на ряды грациозных красавиц. Символ березы имеет особое значение для России. Только у нас ее образ раскрывается полностью красочно и чувственно. Она одухотворяется и становится частью страны. Точно как эта березовая роща станет символом памяти о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. Фатима Дорова, Олег Молхожий, Вести, Карачаево, Черкесия. В Москве прошла презентация книги известного нагайского писателя Иссыкопаева. Также ряд его произведений были опубликованы в одном из самых престижных журналов России «Роман-газете». Об этих и других важных событиях в своей творческой жизни Исса Суинович рассказал Байля Джозаева. Здравствуйте, Исса Суинович. Рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Значит, за последнее время в вашей творческой жизни произошло немало значимых событий. Я начну с того, что ваши произведения были опубликованы в солиднейшем издании «Роман-газета», журнале «Альманахи». Помимо этого прошла презентация вашей книги в Москве, помимо этого вы побывали на Всероссийском съезде писателей, помимо этого прошла презентация книги вашего отца, нашего известного писателя Суина Капаева. Ну, наверное, давайте обо всем по порядку. Наверное, начнем с того, как прошла презентация книги вашего отца. Мне бы хотелось узнать, знаете что, вы дорабатывали эти произведения? Мы еще несколько лет назад, лет 10 назад, запланировали выпустить через каждые 5 лет по тому три тома избранных произведений отца. Ну, два тома выпустили, потом сейчас сложная ситуация, потом осложнения возникли. И вот в прошлом году собирались выпустить третий том, вот, они все проявили, все тома на ногайском языке. Ну, в процессе этого подготовки издания ко мне многие люди обратились, говорят, вот, ногайский дом мы все читали, читаем постоянно. Она у нас как настольная книга. Ну, вот и дети хотят почитать, и соседи там других национальностей. А что вы на русском языке не выпускаете? И вот так получилось, так сложилось все, что в течение месяца мы пришли к решению, что надо включить, помимо ногайских произведений, и включить перевод ногайского дома. Ну, ногайский дом я осуществил по подсрочнику, уже ранее был сделан подсрочник Фарида Сидахметова, это еще про жизнь отца. Ну, пришлось поработать, потому что здесь очень много было неточностей. Вот, и я завершил этот перевод на русский язык, потом мы собрали этот третий том, и очень быстро он вышел, вот к концу года вышел, и когда издательство делало презентации, вот в число этих книг вошел и третий том. Конечно, это приятное событие, все об этом сказали. Исас Юнович, не каждый, даже самый известный именитый писатель может похвастаться тем, что его произведения публиковались или публикуются в роман-газете. Вам это удалось, с чем я вас, конечно, поздравляю, это успех. И хочу узнать, что из вашего опубликовали? Ну, я совершенно правильно характеризовал этот момент. Дело в том, что последние 30 лет в роман-газете никто из авторов Северного Кавказа не выходил. Просто не публиковался. Они вот так вот обратились ко мне, собрали вещи разных лет. Даже они собирали сами, потому что у меня опубликовано многое в Москве и в журналах. И предложили часть вещей, значит, 70-х, 80-х годов и новые вещи, какие есть. Из новых здесь повесть Йон Бамбет Йома Йома Йо. Повесть эта целая, это, можно сказать, о городской жизни. В первой части там известные повести. Вот «Гармонистка». Эта «Гармонистка» за все время вот уже 10 раз переиздавалась. 10 переизданий, одна книга. Она выходила и на других языках, в других странах. И там тоже рассказы есть, которые очень читаемые. Ну, еще хочу подчеркнуть, что выход в журнале, ну, вообще в советское время, ну, когда более-менее органически проходил литературный процесс, произведения отбирались именно те, которые прошли журнал, в журнале публиковались. А в журнале напечататься было очень трудно. Это там редакция была, и были критики, были маститые писатели, работали в редакциях. И вот такой отбор шел. Ну, это, я очень рад этому изданию. Знаю также, что в Москве прошла презентация вашей книги, новой книги. Насколько я слышала, это пятый том ваших избранных произведений. Хотелось бы подробности узнать. Съезд союз писателей России проходил. Я и Ислам Хазирович Хубиев были избраны делегатами на этот съезд. Он как новый руководитель. Я, меня, ну, избрали тоже наши товарищи. И это фактически на последних съездах всегда был. И сейчас мне тоже интересно было, вот, эти проблемы, которые подняты, поддержать, встретиться со своими друзьями, коллегами из разных областей республик нашей большой России. И вот, встретились мы, переизбрали Иванова на второй срок Николая Федоровича. Хороший писатель, он у нас был. Вот, часто и в Донбайе был, и здесь в Черкесске был. С интересом относится к литературам нашей республики, знает многих авторов. И вот в процессе съезда этого получилось так, что Ногайская община, а там живет, может быть, я ошибаюсь, но около тысячи ногайцев живет. Они много мероприятий проводят. И это мероприятие, значит, вот так вот меня оставили даже на несколько дней. Собрали представителей общины, молодежь пришла. Очень интересные вопросы звучали там. И вот там я, эта книга уже, это четвертый том, это четырехтомное издание. Но здесь получилось так, что я, когда издал четыре тома, у меня оказались еще произведения на несколько томов. И я думаю, чтобы потом этим кто будет заниматься, решил сам вторую часть четвертого тома. Так обозначил. Ну, получилось пять томов. Пять одинаковых томов. И вот здесь по этому, по этому изданию было много вопросов. Там произведения, в общем-то, они раньше выходили, издавались. И со мной, значит, тему люди знали. И такой интересный разговор состоялся. Исаас Юнович, не будет преувеличением, если я скажу, что вы патриарх Ногайской литературы. И, конечно, не могу отпустить вас, не спросив у вас вашего мнения, как сделать так, чтобы наша молодежь, подрастающего поколения, повернулась лицом к духовной жизни, в частности, к литературе. Общественный интерес. Когда появляется общественный интерес, а вот он у нас сейчас только, наверное, возникает, я говорю, опять-таки подталкивают вот такие крупные события, как на Донбассе. Вот задуматься о будущем. Вот задуматься о настоящем, чтобы из наших, значит, детей, из наших современников вырастали действительно патриотически настроенные люди. Конечно, литература в этом плане выходит вперед. Это всегда было и это всегда будет. Вот я думаю так. И другое, конечно, одиночно, это всегда люди, которые увлекаются искусством, литературой, они есть в обществе. Мы их не замечаем, они дома читают, вот, где-то по библиотекам ходят, вот. Но наступает все равно общественный бум такой, как в 70-е годы, вот, если помните, было так. Это при нас, у вас еще, наверное, не было. Был интерес к литературе, когда появились Белла Ахмадулина, Евтушенко. Это большая плеяда русских поэтов, вот, писателей. И они как-то всю страну подняли, вот, заинтересовали, да. Ну что же, Сасу Юнович, я благодарю вас за это интервью и желаю вам творческого долголетия. Спасибо вам. Спасибо. На финишную прямую вышло строительство уникального для нашего региона спортивного сооружения. Первый и пока еще единственный в Карачаево-Черкесии – Ледовый дворец. По проектному плану должен открыть свои двери до конца текущего года. О том, что уже сделано и над чем еще продолжают работать строители, узнал Ахмад Халкевич. Строительство Ледового дворца в Карачаевске было начато чуть меньше года назад, летом 2022 года. Но за столь короткий срок проделан весьма внушительный объем работ. Сейчас полностью собран каркас сооружений, также практически завершен и монтаж непосредственно самого Ледового поля. Теперь строители приступили к возведению стен и перегородок будущего спортивного комплекса. Установка оборудования уже началось определенного. Ну и в дальнейшем идут бетонные работы. Сейчас устанавливаются трубки все и будет установлена именно холодильная установка. Сооружение собой представляет универсальный комплекс, рассчитанный как для тренировок различных секций, так и проведения масштабных соревнований по всем видам ледового спорта. Размеры только самого ледового поля будут составлять 60 метров в длину и 30 в ширину. Жители населения города давно ждали этот объект. Детически наши будут заниматься спортом, развлекательным видом спорта. И надеемся и на результаты, конечно. Сам комплекс, площадка, ледовая площадка, она универсальная. Любые виды спорта зимнего характера могут применяться в данном спортзале. Как говорят представители подрядной организации, ледовый дворец в Карачаевске по плану должен открыть свои двери до конца текущего года. Ахмад Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Хорошего воскресного дня и до встречи. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, Шоссейная, 167. Дилерский центр «Агритим» – один из лидеров области внедрения современных технологий земледелия на юге России. Оказывает услуги по поставке импортного сельскохозяйственного оборудования, запчастей и расходных материалов. Компания «Агритим» – эффективное решение с научным подходом. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Чавыча, Сёмга, красная икра на рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 3 по 5 мая в Черкесске в доме предпринимателя на улице Горького, 8. Субтитры создавал DimaTorzok